Андрей Иванов отметил, что очень важно продолжать развитие системы 112, а именно совершенствовать техническую составляющую. Местоположение звонящего должно отображаться на дисплее оператора. Также необходимо интегрировать систему 112 и службы ЖКХ. Это поможет ускорить устранение аварий. Что касается МФЦ, количество услуг, которые предоставляются в формате одного окна, будет увеличиваться. Иванов дал поручение подобрать новое помещение для многофункционального центра в Одинцово. Кроме того, там планируют обустроить современную комнату матери и ребенка. Доступную среду для людей с ограниченными возможностями, а также разместить офис по сопровождению малого и среднего бизнеса. Поручение получил и блок ЖКХ. В 2016 году должна быть проведена реконструкция восьми котельных в Успенском, Ершовском, Захаровском поселениях, Жаворонках и Одинцово. Станции обезжелезования должны появиться на водозаборных узлах в Успенском, Жаворонках и Ново-Ивановском. Важнейшая тема – детские сады. В 2016 году должны открыться шесть дошкольных учреждений, четыре в гусарской балладе, а также детские сады в Заречье и деревне Марфино. Дети из лесного городка должны в сентябре пойти в новую школу. Этой весной дети лесного городка должны увидеть достроенную школу, а уже 1 сентября с цветами стоять на линейке. Работа с проблемными объектами жилищного строительства – еще один приоритет районных властей. В планах расселить и 330 семей из ветхого и аварийного жилья. К концу этого года необходимо завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Одинцово. Это очень важный объект, который ждут давно жители. И к концу этого года ФОК должен быть введен в эксплуатацию, должен быть открыт. Еще одна стратегическая задача – капитальный ремонт наших больниц и поликлиник. Ее планируют решать совместно с коллегами из областного правительства. Замена требуется автопарку скорой помощи. В 2016 году его планируется пополнить девятью новыми машинами. Очень важно продолжить строительство эстакады в восьмом микрорайоне. Она соединит северную и южную части Одинцова. Это строительство уже началось. Уже вышел подрядчик и ведутся строительные работы. Окончание строительства в 2017 году будет современная эстакада протяженностью полтора километра по четыре полосы в каждую сторону с возможностью еще передвижения пешеходов. Это также, друзья, инициатива губернатора Подмосковья, а также выделены средства из бюджета Московской области на реализацию этого долгожданного проекта. Еще один важный проект, связанный с дорогами – строительство съезда на северный обход в Новой Трехгорке. Я уверен, что те, кто живут и присутствуют сейчас в зале, все, кто живут в Новой Трехгорке, уже видят, как полным ходом ведется подготовительная работа. Мы ставим на 2016 год в план реализации этого проекта. Обозначенные главой района цели – это только самые основные направления на 2016 год. Работы будет очень много. Как подчеркнул Иванов, в 2014 году все стали одной командой. В 2015-м доказали, что эта команда способна работать в антикризисном режиме, выявлять проблемы и своевременно на них реагировать. Глава района уверен, что работая сплоченно, можно преодолеть все вызовы времени. Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, Леонид Бурдин, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».